В Магаданском областном центре образования номер один откроет один из 19 военно-патриотических центров России для детей с особыми возможностями здоровья. Ученики образовательного центра на постоянной основе участвуют в различных спартакиадах. По словам педагогов, соревнование помогает физическому и умственному развитию. Совсем недавно руководство образовательного центра решило открыть развивающий интерактивный военно-патриотический центр, в котором стрельба из винтовки, входящая в список олимпийских игр, является основной. Денег на реализацию проекта не было, и сотрудники воспитательного учреждения обратились к руководителю регионального волонтерского центра Игорю Розинову. На просьбу Игорь Розинов откликнулся сразу и вместе с парой винтовок закупил полный комплект оборудования с компьютерной техникой, проектором и экранным стендом. К нам обратился центр образования номер один с просьбой организовать центр в патриотической подготовке для детей с особыми нуждами. Естественно, мы не смогли отказать, естественно, изыскали возможности, помогли, приобрели винтовки, ноутбук, все необходимое для того, чтобы дети могли полноценно развиваться, стать полноценными членами общества. И в конце концов, это наши общие дети, мы должны помогать. Детям с особыми возможностями интерактивный центр даст шанс выезжать за пределы Магадана для участия в соревнованиях на российских турнирах. Также, по словам руководства образовательного учреждения, новый центр повысит социализацию воспитанников, а тренировки на меткость с винтовкой в руке повлияют на коррекцию зрения, сколиоза и прочих нарушений физического здоровья. Развивая военно-патриотическое воспитание в нашем центре, все время была большая такая, наверное, педагогическая коллектива наших учащихся в создании военно-патриотического центра. Сегодня, благодаря как раз Розинову Игорю Николаевичу, эта мечта наших учащихся осуществилась. А для наших детей, кроме того, что мы занимаемся большой такой воспитательной задачей, как все-таки, чтобы наши учащиеся любили родину, знать, что такое отчизна, чтобы понимали, кто такие солдаты, как стать защитником Родины, и знать немного о военной той же технике, о военном оборудовании. Создание как раз и публиковало тогда военно-патриотического центра. Сегодня оборудование для интерактивного центра закуплено. В отдельном здании на территории Магаданского областного учреждения образование номер один уже заканчивают ремонтные работы. Официальное открытие состоится в День знаний 1 сентября.